так ребята всем привет дома полный бардак все орут все голодные вместо того чтобы кормить семью оля выходит в эфир чтобы пообщаться с вами о том как сохранить семью вместо того чтобы сохранять ее я иду поговорить о том как ее сохранять все для вас все для вас так ну что дорогие мои сегодня у нас опять по бухаловки а вообще прилично сказать разговоры о психологии с психологом сегодня у нас наташа холоденко будет в эфире опять и сейчас я попробую ее найти вадик вадик можно не орать я меня уже смотрит три тысячи людей все я подсоединила наташу как-то женщинами очень быстро они как-то быстро соображают куда нажать что сделать и как выйти в эфир да приветики олечка привет слушай сегодня фейсбук мне выстрелил что ровно три года как мы снимали клипы номер один представляешь того а что ты сегодня кофе вина не будет я сегодня черненький да а что вина сегодня не будет там она так разнесло мы просто крепко выпили еле домой доехал ну а эфир был роскошный ты знаешь слушай почему-то идет это нормально мне хорошо даже настоящие богини должны разговаривать с эхо отлично а я придумала тебе несколько вопросов мне да так ну давай но ты все-таки на приеме у психолога уль вопроса здесь я за таки хорошо отлично наташа давай смотри первый вопрос скажи пожалуйста в общем когда у тебя был день рождения год назад я написала очень трогательное поздравление но я его как-то так отправила что его видели только какие-то типа близкие друзья но в итоге никто и ты тоже не видела надо же такая жестокая полякова не не отреагировала реагировали я знаю а потом я поняла через год что она никуда не ушел только долго долго понимала я еще не такая опытная была в этом в инстаграме смотри вопрос я тогда писала что ты единственный в моей жизни человек более энергетически сильный чем я вот я имею ввиду энергии у тебя больше ну больше я не знаю у кого больше чем у меня так и с чем связан вопрос дэвмана кнопка батарейка но все равно как ты себе не мешаешь быть такой вот три корпоратива в день ну во первых я просто природно очень энергично это просто природа и тут мне тут мне важно не не разрушить все вокруг своей энергии поэтому я себя заставляю делать вот эти вот все дела то есть я и выступаю и готовлю и что-то придумываю и кино я снимаюсь и уже сама его теперь уже продюсирую то есть что я это все делаю для того потому что если мою энергию не расходовать на такие благие цели то я вокруг себя начинаю разрушать все поэтому сейчас на карантине я на грани того что я просто разрушают все вокруг тут уже мои бедные дети в шоке муж вообще забился под плинтус и сидит высунул только губы чтобы курить потому что он страшно любит курить вот и поэтому вот вот мне бы эту расходовать энергию мне бы нигде взять а куда бы ее потратить то есть у тебя ее много да очень я хочу понять нет эхо от меня потому что пишут что есть все прекрасно ну и что-то слушает и холоденку с эхо вот такая она как будто представьте себе что она стоит небес не верю до среди небес и вот так вот вещает рук и расставила и вещая вам да так оля потом у тебя есть вот что мне очень тоже в тебе нравится ты очень самоиронично вот сколько я тебя там наблюдаю в каких-то проектов которые даже я бы ты самой подожди ты психотерапевт чей журналист ты определись сейчас оля я сейчас вопросы задаю за деньгами да хорошо за деньги тебе заплатили чтобы ты задала мне эти вопросы я потом ты еще подпиши скажи кто этот человек я сама буду отвечать ему на вопросы что ты вот это вот посредником заделалась почему ты не боишься шутки на над собой шуток над собой ну наверное не так я не боюсь сама шутить на собой вот почему не позволено шутить над собой а другим аккуратненько и уже в сегодняшнем своем статусе я уже добилась той истории когда надо мной шутить опасненько потому что можно получить и ответочку а поскольку язык у меня остренький то получить ответочку можно такую что сам не ожидаешь поэтому я всегда тебе привожу пример в этом смысле да ну на самом деле самоирония вот вышучиваться понятно хорошо оля если я зайду сейчас другого телефона чтобы это не было можно так сделать ты меня добавишь я сейчас выйду и заведу все хорошо хорошо сэха нормально у меня же все слышу да хорошо видно слышно все наталишка давай все таки я хочу тебе задать вопрос давай психолог дорогой расскажи пожалуйста что мы уже знаешь мы шутили на эту тему как и не развестись мужем как как ужиться вместе и все пока по этому поводу хихикали но прошло три недели и реально люди начали разъезжаться одна пара которая долго была вместе вчера у меня разъехалась то есть они разъехались собрал они собрали вещи и освободили жилплощадь то есть я если честно тоже на грани но не то что я нет я не на грани конечно развода ни в коем случае потому что все таки у нас с мужем есть большой дом и мы можем с ним разойтись у меня есть свой будуар куда никто не заходит ни животные не дети не мужья у него есть своя берлога куда тоже никто не ходит и мы можем разойтись и встречаться если мы друг друга раздражаем мы просто разошлись и все что делать люди которые не могут разойтись у них стесненные квартирные условия сейчас начнутся разводы наташа что делать смотри сейчас не начнутся разводы объясню почему будет временная такая конфликтность потому что это нормально эти стадии проживают все люди которые работают каких-то ну например подводники они ушли на подводный корабль и все на месяц или на неделю они там не бьют морды каждый день друг другу хотя это тоже всегда дискомфорт или там шофтюр много у кого стесненные принципы по жизни условия поэтому есть такая стадия как сопротивление ты сначала бесишься а потом ты начинаешь адаптироваться для того чтобы адаптироваться надо как можно раньше мне найти свое удовольствие тем меньше у него растянут период адаптации а я думаю по тем данным которые я что это все будет очень плохо плохо слышно сильное эхо все пишут сильное эхо давай то мы еще раз перезайдем а у меня а у меня тоже эхо ребята давай сейчас мы выясним эхо ли эхо ли есть у меня когда я говорю когда звук когда я говорю что у меня плохая слышимость и у меня тоже да все значит нам нужно уй выйти и еще раз зайти давай мы хорошие выходим там